Беларусь Мне посчастливилось родиться в такой прекрасной стране, как Беларусь. Я с уважением отношусь к её истории и очень надеюсь на её светлое будущее. За что люблю Беларусь? Во-первых, конечно, за удивительную природу Беларуси, где богатая флора, фауна. Ведь не зря говорят, что Беларусь — это край лесов и озёр, где прекрасный щебет птиц, где чистое мирное небо. И всегда хочется выйти на природу, отдохнуть душой, подумать о прекрасном. Я люблю Беларусь за то культурное наследие, которое нам оставили наши предки, поскольку нашим детям есть чему поучиться. И это яркий воспитательный момент, начиная с дошкольного возраста и заканчивая высшими учебными заведениями. Люблю Беларусь за её прекрасную, родную, милогучную мову, поскольку сколько наших белорусских прекрасных композиторов, поэтов написали произведения, которые хранятся веками и передаются из поколения в поколение. За это нужно любить и свою Беларусь, и мову, начиная со школьной скамьи. Ещё я считаю важным богатством нашей страны наш белорусский народ, поскольку он очень спокойный, уравновешенный. Это народ, который всегда гостеприимен, и не зря про него говорят, что у нас живут такие толерантные, ширые люди. Я рада, что рядом со мной именно белорусы, те люди, которые всегда окажут помощь, поддержку. И надеюсь, что те, кто приезжают в нашу страну, уводят с собой самые тёплые впечатления. Самым важным событием, самым главным праздником нашей страны, я считаю, День Победы. Он вселяет гордость за наш народ, который выстоял в этой великой борьбе и освободил весь мир от фашизма. Мы обязаны хранить память и помнить о тех людях, которые погибли в этой страшной войне. Я вспоминаю себя ещё в детстве на параде 9 мая вместе с родителями, которые воспитывали во мне гордость и уважение к людям в орденах и медалях. К сожалению, сейчас их остались лишь единицы, которые видели войну своими глазами и выжили. Война реальна и страшна. Мы не можем забывать об этом. И поэтому нашему поколению нужно занимать активную жизненную позицию для того, чтобы изменять мир к лучшему. Нужно быть неравнодушными к близким, уважать старших и, конечно же, преклонять колени перед ветеранами не только 9 мая, но и каждый день. Мы знаем, какой ценой нам досталась эта победа. И поэтому нам есть с кого брать пример нашему современному поколению. Это те люди, к сожалению, которые сложили головы, и те, кто остался ещё жив. Вечная память героям и огромное им человеческое спасибо.